Еду утром на работу. Пробка. Впереди меня Лексус с надписью на стекле. Продаю. Еду аккуратненько. Гололёд. Сама себе думаю. Господи, хоть бы не купить. Я чертовски хороша в постели. Могу пролежать мне хоть весь день. Валентина, я хочу вернуться к тебе и детям. Открой, пожалуйста, балконную дверь. Тут холодно. Пришел олигарх в зоомагазин покупать попугая. Выбрал самого дорогого, какаду. Понес домой учить говорить. На следующий день приходит обратно. Не говорит он у меня, продавец. Купить ему колокольчики. Через два дня петь пришел. Не говорит попугай. Купить ему лесенку и зеркальце. Через три дня. Молчит, не говорит. Купить ему качельки. Купил качельки. Через неделю приходит довольный. Заговорил. Поздравляю. И что сказал? Когда же ты, гад, пожрать дашь? Да ты знаешь, какие мужчины за мной бегали. Да знаю. А самым быстроногим, как это ни прискорбно, казался я. Вообще приходить первый раз в магазин радиодеталей страшнее, чем первый раз презервативы купить. Приходишь и так шепотом. Мне бы конденсатор на 22 МФ. Тебя громко спрашивают. Какой? Электролит? Тантал? Выводной? СМД? Паштеты. Я не знаю. И все оборачиваются сразу. Смотрят на тебя осуждающе и пальцами тычут. Приготовила два паштета. Муж попробовал и вынес вердикт. Вот эта курица очень вкусная. А вот у этой курицы странный вкус. Странная курица была говяжьей печенью. А очень вкусная курица была копченой рыбой.